Здравствуйте, дамы и господа, это Boneworks и обновленная версия модификации, которая добавляет самолеты в игру. Обновленные текстуры, новые звуки, я подобрал также карту, наиболее подходящую для полетов. Здесь даже воздушный трафик есть, и в плане оптимизации здесь все прекрасно. Вот такой вот остров из вселенной Nintendo, а конкретно из Wii Sports, насколько я понимаю. Здесь много всего интересного, дирижабли, воздушные шары, в том числе и самолеты летают, и наземный трафик тоже здесь присутствует. Пока уверенности немного, что мы сможем взлететь и не врезаться в яхту, но по-моему все успешно получается. Тут даже волны есть, тихо-тихо-тихо, потерял контроль, но лишь на мгновение. В остальном вы можете доверять нашим безопасным авиалиниям. Я бы наши авиалинии так и назвал, безопасны. Только в виртуальной реальности у нас есть такая возможность. Сгонять на острова, полетать, пилотировать свой собственный личный самолет. Пока в мире напряженная ситуация, можно хоть ненадолго отвлечься. И в этом смысле виртуальная реальность дает уникальную возможность. Так, давайте попробуем аккуратно развернуться. Да, вон самолет летит. У него-то скорость пошустрее. И даже звуковое сопровождение в том числе и здесь присутствует. Сколько лодок и яхт дорогих. И замечательный вулкан. Как местная достопримечательность. К сожалению, выше подняться невозможно. Сейчас все будет и пицца, и мягкое приземление. Великолепный полет. Вот наберем высоту сейчас. Хотя я не уверен, честно говоря, что мы набираем высоту. Видимо, это все-таки плохая идея была. Я никак их не достану. Начинаем снижаться. Держу, держу штурвал. Все под контролем. И мягко приземляемся на берег. Сейчас мягкую посадку организуем, и все будет хорошо. Теперь-то я надеюсь, вы не сомневаетесь в моих навыках пилотирования. Давайте покинем самолет и посмотрим на нашу проблему. Да, к сожалению, размеры компактные у нашего самолета, и не все пассажиры помещаются. Так что, если вы выше метра, то вам придется заползать в самолет. По-другому никак. Но, по крайней мере, они счастливы, смотрите, они смотрят на это чистое небо, наслаждаются, наслаждаются приливом, наслаждаются этим бризом морским. И, по-моему, они довольны. Не знаю, как их вытащить. Боюсь, что не получится никак. Так что, придется от них избавиться. Так, самолет начинает укатываться. Нужна какая-то подпорка. Ну и я своим телом могу задержать его. Я даже развернуть его, скорее всего, смогу, толкаясь за крыло. Хоть и не очень быстро получается это сделать. Устраивайтесь поудобнее, ребята. Но, скорее всего, взлететь отсюда мы уже не сможем. Я уже застрял в креслах. Попробуем немного изменить ракурс, развернуть самолет. Главное, что он сейчас не утонул. Вовремя схватить, успеть его. Вместо этого схватил пассажира. Да, все-таки использовать берег как взлетно-посадочную полосу. Наверное, не самая удачная идея. Я вроде как, kind of, его развернул. Можно реализовать еще одну попытку. Так, немного правее. Крылом, надеюсь, не задену автомобиль. Так, ну мы вроде как поднимаемся, хоть и медленно. Но у меня даже начинает казаться, что мы набираем высоту. Просто нужно пространство. Так, зонтик, главное не задеть крылом. Нормально, нормально, пролетели. Вроде как этот зонтик даже меня подпихнул, по-моему. Или развернул, я хвостом, что ли, его зацепил. Или винтами. Пропеллер теперь не крутится ни один, ни другой. У пассажиров все стабильно. Они по-прежнему отдыхают. И чувствуют себя максимально комфортно. Ведь наши авиалинии могут гарантировать безопасность. В течение трех минут. Вот с начала полета. Ладно, три я переборщил, наверное. Давайте полторы минуты. Так, ладно, я, кажется, знаю способ набрать серьезную высоту. Подняться прямо в жерло вулкана. Надеюсь, там нет какой-то огромной дыры, и мы сможем заспамить туда самолет. Это самая высокая точка. Есть еще маяк. Но на маяк, наверное, ничего заспамить мы не можем. Здесь нет никакой площадки. Да, взлететь отсюда не получится. Немного спустимся. Интересно, имеет коллизию воздушный шар? Сможем ли мы туда запрыгнуть? Стоит рискнуть. Да, он имеет коллизию. Музган. Успел схватить. Так что, в принципе, можно взлететь и с воздушного шара. Как вы думаете, это хорошая идея? Я, честно говоря, не уверен, что самолет будет держаться на этом воздушном шаре. Там даже автомобили катаются по этой дорожке вокруг вулкана. Так, ну ладно, стоит попробовать. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Немного взгляда надо все-таки заспамнить и попробовать его схватить. Подняться на безопасное расстояние. И заспамнить самолет. Да, держится он здесь, конечно, не очень. Я нашел место, где более-менее нормально можно исполнить, похоже, персонажей. Давайте снова два пассажира закинем. И вполне возможно, я не так быстро буду пикировать. Но, очевидно, набрать высоту пассажиры мне не дадут. Так, вот здесь где-то я спамил. Рядом с выходом. Так, нормально, нормально. Это вы поближе. Его держалка больше всех. Не хочу, чтобы он раньше времени покинул салон. Но мы теперь вдвоем беспомощны. Я не могу перешагнуть его. Так, ну что, ребята, вы готовы? Мы начинаем наш рейс. Стартуем. Наконец-то. Свободный полет с нашими аниматрониками. По-моему, чувствуют они себя замечательно. Сразу лучше куда-нибудь вон курс направить вот на тот остров. Потому что я довольно быстро начинаю снижаться. Ребята, вы в порядке? Покачиваются немного. Их подташляют. Но в целом они чувствуют себя прекрасно. Экстренную посадку сейчас придется произвести. Слишком тяжелый груз. Пока летим стабильно. Сейчас залетим прямо в пещеру. Вон там куда-то можно залететь, да. Предлагаю тому припарковаться. Этот черт потерял штурвал. Все живы? Фредди? А где Чика? Она решила сойти. Когда я остановился. Чика, проснись. Я ее откачал. Чика, ты куда? Я нормальный пилот. Это просто экстренная посадка была. Я же предупредил. Да ладно тебе. Нормальный пален был. Фредди, кстати, тоже живой. Ну-ка, друг. Я тоже готов тебя откачать. Даже если придется совершить искусственное дыхание во все твои отверстия. Вставай, дружище. Она просто ушла. Осталось немного. Я отдам тебе руку. О, он встает. О, чудо. Я излечил их всех. И он даже не собирается покидать эту территорию, потому что он, в отличие от Чики, мой товарищ, верный, забыл ручник поставить. Ну или он просто застрял. И теперь нормально передвигаться не может. Так бы он тоже сбежал. Слишком много самолетов я заспамил. У меня теперь где-то 30 FPS, когда я нахожусь вблизи. Вот сейчас вроде отпустило. Так, ну она, очевидно, хочет меня сдать, растребать все. Рассказать о том, какой я пилот, чтобы меня лишили лицензии. Так что... Я думаю, с ней произойдет какой-то несчастный случай. Это мое чутье подсказывает. Так как здесь есть трафик, иногда проезжают автомобили. Боюсь, что случайным образом, из-за ее неосторожности, она, когда будет переходить дорогу, ее собьет машина. Правда, машин пока нет. Она даже передумала бежать. Она поняла, что это неизбежно. Смотрит теперь в небеса. Именно туда она в скором времени отправится. Так, ну где-то же должна ехать машина. Скорее всего, у нее есть маршрут. Без диспална. Да, вон в городе одна катается. Она по кругу катается. И она просто остановилась. Куда прешь? Ты что наделал? Ее-е-е, вы видели? Смотрите. Я думаю, никто спорить не будет. Он просто переехал в бедную Чику. И убил ее. Так что все тайны она заберет с собой. Бедняжка. Он продолжает на дерьмо вытворять. Да, вообще она как-то странно действует. Иногда останавливается, иногда не останавливается. Как будто датчик движения где-то наверху, а снизу нет. Так что если на дороге будет ребенок, система не обнаружит его. И раздавит, скорее всего. Или нет? Очередной сбой. На этом закончим. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok